5 тысяч ветхих жилых домов Астаны представляют угрозу для жизни. Об этом сообщил министр ПАЧС Юрий Ильин на встрече с населением города. Изношенные системы отопления и электроснабжения зачастую становятся причинами возгораний. По словам главы ведомства, количество пожаров из-за неправильного монтажа и использования электрооборудования выросло на более чем четверть. Далее Насипова о ситуации с аварийным жильем в столице. Общежитие по адресу Потанина, 14-1, изношено на 69%. Дом признали аварийным еще 9 лет назад. Сейчас в нем проживает около 500 человек. Трубы и батареи держатся на честном слове. Электропроводку жильцы хоть и меняли, замкнуть может в любое время. А там и до беды недалеко, говорит жительница столицы Анна Гребенюк. В подвале у нас до недавнего времени все время стояла вода горячая по колено. Между блоками кирпичная кладка фундамента, она развалилась вся. Дом оседает неравномерно, потому что вот эти выпады кирпича. Стены полые, дыры в кругом. Чтобы дом, построенный в 70-х годах прошлого столетия, не развалился, снаружи установили подпоры. Но, как мы видим, здание это не спасает. Угол буквально обвалился, а в подвал сейчас можно попасть прямо через дыру в стене. По словам министра ПЧС Юрия Ильина, все больше пожара в стране происходит из-за неисправности коммунальных сетей. Возгорание бытовых приборов выросло на 44%. Программы по сносу ветхого жилья в столице работают с 2013 года. Тогда в Астане снесли 228 аварийных домов. Новые квартиры получили более 3000 собственников. За прошлые пять лет снесли еще 56 зданий. Сейчас, в своей очереди, ждут жильцы 206 жилых домов. В этом году у нас запланированы 4 аварийных дома от снос и переселения. В дальнейшем каждый год сейчас будет составлена программа. Также в рамках исполнения поручения президента республики Казахстан, данных на совещании по развитию города Астаны, в настоящее время проводится анализ всех аварийных домов. И данные дома будут включены в план сноса. Сейчас чиновники разрабатывают новую программу реинновации жилищного фонда. По планам, к 2030 году в Астане не должно остаться аварийных домов. Далее на Сипова Деньяру Маррина Тутеев, телеканал Алматы, Астана.